Добрый день, уважаемые слушатели школы юного историка и исторического факультета Белорусского государственного университета. Сегодня у нас очередное занятие из цикла лекций о Киевской Руси. И тема сегодняшнего занятия звучит следующим образом. Киевская Русь. Люди и общество. Мы поговорим о социальной структуре древнерусского государства, о социальных слоях, больших группах населения, которые присутствовали в древнерусском государстве. И первая группа, которую мы коснемся, это князья. Высшей социальной группой в Киевской Руси были великие и удельные князья. За великим князем был Киевский престол, на местах княжили князья удельные. Княжения на местах назывались уделы. Князья являлись крупнейшими землевладельцами Руси. В русской правде, в своде законов, нет ни одной статьи, в которой бы прямо определялось правовое положение князя. Но, видимо, в этом не было и необходимости. В его руках была сосредоточена законодательная, исполнительная, военная и судебная власть. Именно сосредоточение этих властей делало его и верховным собственником всех земель, входящих в состав княжества. Одним из начальных способов установления княжеской собственности на землю была финансово-административная реформа княгини Ольги. Отменив полюдие и заменив его ставками дани и другими повинностями, она тем самым положила начало превращения дани в феодальную ренту. Другим способом установления собственности князя на землю являлось строительство городов на окраинах княжеских сел, где князья эксплуатировали холопов и обезземельное крестьянство, закупов, изгоев, рядовичей. Киевские князья в процессе своей законодательной деятельности стремились создать такие нормы права, например, русская правда, которыми бы закреплялось их право на землю, эксплуатацию крестьян, охрану и защиту собственности класса феодалов. Бояре, как верхушка класса феодалов, стремились оформить свое правовое положение, обеспечив за собой целый ряд привилегий. Вот это вот и была верхушка общества, князь и феодалы, князь и бояре. У князя в Киевской Руси был ряд функций. Функции киевских князей заключались, во-первых, в организации дружины или ее найма, особенно во времена прихода варягов на Русь, в организации военных ополчений для борьбы с внешними врагами, с внутренними усобицами. Также дружина была необходима для сбора дани, для осуществления внешней торговли, для распространения власти на новые племена. С принятием христианства церковь стала формировать у русских князей представление о том, что они поставлены не только для внешней защиты страны, но и для установления и поддержания внутреннего общественного порядка. Отсюда вытекает следующая функция князя, это функция регулятивная. Регулятивная функция направлена на достижение социальной стабильности в обществе Киевской Руси. Эта функция становится постепенно одной из важнейших. Князья не только применяют военную силу во время восстаний, утихомиривая восставших, как это было, скажем, в 1113 году, когда в Киеве вспыхнуло народное восстание, и в результате его подавления к власти пришел Владимир Мономах. Кроме того, князья пытаются гасить конфликты мирными путями, раздачей денежных средств нуждающимся, организацией бесплатной еды, к помощи сиротам и вдовам, законодательного ограничения своеволия ростовщиков. Вот эти самые законы Владимира Мономаха на это были и направлены, когда он пришел в власти в 1113 году. Со временем Владимира I древнерусские источники особенно подчеркивают важность судебной функции князя. Князь был высшей судебной инстанцией, доступной населению. Князь часто во время существования полюдия вершил одновременно и суд. Кроме того, князь был высшей справедливостью в обществе. Но он же являлся организатором всей судебной системы, всего судопроизводства. Эта система функционировала на основе княжеских законов. Князья назначали штрафы за проступки и преступления. Штраф вира. Устанавливали размеры вознаграждения должностным лицам, создавали местную администрацию. Издревле князья выполняли еще одну функцию. Сбор налогов с подвластного населения. Древним способом сбора налогов на Руси было полюдия. Своего рода военные экспедиции, которые проводили князья, как правило, два раза в год. Весной и осенью. Осенью собирался урожай, то есть полюдия было из урожая. Весной собирался мех в шкурке пушных зверей, которые были важным предметом внешней, да и внутренней торговли в Киевской Руси. Однако строгого порядка в деле полюдия не существовало. И князья наведывали с заданием. Бывало и чаще двух раз в год. Все зависело от их доброй воли. Так за свою жадность поплатился князь Игорь, который в 945 году лишний раз собирал дань в землях древлян. Древляне восстали против него, и он был убит. После смерти Игоря Ольга, его жена, ставшая великой княгиней, упорядочила сбор даний, установив погосты, особые места, куда с контролируемых земель свозилась дань. А оттуда, из погостов, уже княжеские чиновники, дружинники забирали эту дань в центр. Сам сбор даний производился не только в определенное место, но и в определенное время. Урок, вот установка уроков и погостов, это реформа финансовая, она еще и потребовала учреждения особых чиновников, сборщиков налогов. Что и сделала Ольга. При великом князе действовал совет знати, боярский совет, состоявший из наиболее влиятельных бояр, дружинников, представителей родоплеменной знати. К окружению князя принадлежали также высшие административные должности, тоже занимавшие, которые занимали бояре. Это тысячские, сотские, десятские. Эти названия военного происхождения, они ведут свое начало от принятых у славян, так как, собственно, у других народов, тех же самых монголов, десятичные системы деления племенного войска, ополчения. Эти названия закрепили затем за начальниками гарнизонов, командирами частей, поставленных великим князем в отдельных городах, в центрах княжей. Позднее они трансформировались в городские и другие должности местного начальства. Тысячки, к правилу, в воеводу, в соцки и десятки стали, так называться, чины финансовых административных органов. С конца X века в организации власти великого княза происходят серьезные изменения. Между ним и князьями удельными, которые приобретают все больше веса и самостоятельности, устанавливаются отношения вассалитета. Во главе управленческой лестницы великий киевский князь Сюзерен, но он лишь первый среди равных. Он старейший обладатель самого богатого и мощного киевского стола. Остальные князья молодшие его вассалы. Их отношения с ним строятся на основе договора ряда или так называемых крестных грамот. От словосочетания целовать крест. Напомню вам события 1067 года, когда после разгрома на реке Немиги полоцкий князь Сеслав Чародей был вынужден бежать на Днепр и был пленен своими противниками около города Рши, Орша, тоже упоминание под 1067 годом. Кстати, пленен он был в результате нарушения киевскими князьями вот этого вот креста целования. Когда они целовали крест, обещав ему ничего плохого не сделать, но они его обманули. Он попал в плен и сидел в порубе в тюрьме в Киеве. Откуда был освобожден в результате народного восстания. В свою очередь вассалы обязаны были оказывать старейшему особый почет, военную помощь, экономическую поддержку, особенно во время войны. Что определялось древнерусской словесной формулой «быти в воле» или «быти в послушании». В свою очередь Сюзерен брал на себя обязанность, то есть киевский великий князь защищать вассалов от обид, то есть удельных князей, от обид и притеснений какой-либо третьей стороны и отделять его землей или, если говорить на западноевропейский лад, леном или феодом. Княжеские финансы. Княжеские доходы складывались из военной добычи дань из подвластного населения, судебных пошлин из доходов внутренней и внешней торговли. Меха, воск, мед, рабы выменивались на серебро, служившее в качестве денежного эквивалента. К этим доходам присоединялись оброчные платежи населения, жившего на принадлежащих князем землях. Особой структурой в государственном управлении были феодальные съезды, на которых князья согласовывали свою политику, обсуждали законы, изгоняли со столов нерадивых, провинившихся, нарушивших крестную грамоту князей, принимали решения о войне и мире, заключали союзы. Так, первый съезд состоялся после смерти Ярослава Мудрого в 1054 году, последний накануне битве при Калкин в 1223 году. Особо известен съезд 1097 года в Любич, фактически узаконивший политическую раздробленность своим решением, что каждый князь держит отчину свою. К верхушке общества, кроме князей великих и удельных, напомню вам, что в массе своей на Русе они принадлежали к династии Рюриковичей, правда, бывают случаи, когда к власти приходит династия местных князей, ну, вспомните событие в Туровском княжестве 1157 года, когда к власти пришла династия местных князей в результате борьбы, противостояния с киевскими князьями. Случай достаточно редкий, нечастый, в какой-то мере даже показательный. Кроме князей к верхушке общества принадлежали бояре. Бояре располагались наверху социальной пирамиды. Это также слой землевладельцев, феодалов, и их происхождение обычно связывают с родоплеменной знатью. Как правило, это были приближенные к князю люди, наместники областей, обладатели каких-то высоких государственных должностей. Были бояре выходцы из дружины, из военной организации при князе. Боярское землевладение, бояре крупные землевладельцы, формировалось как из земель пожалованных князем, так и из владения родоплеменной знати и богатых членов общины, получавших за свою вассальную службу князю податный и судебный иммунитет. Что это означало? Это означало то, что в вопросах налогов и в вопросах суда бояре были достаточно самостоятельны. Кроме того, очень часто у них была судебная неприкосновенность. первоначально боярское звание не передавалось по наследству, только служба князю на довольно высоком ранге давала право на это звание. Русская правда, свод закона в Древней Руси, раскрывает нам лишь ряд аспектов правового статуса этого сословия. Правда устанавливает двойную виру штраф в 80 гривен за убийство княжеских слуг. Ну, таких слуг, как огнещанина, тюна, конюха. Это все боярские должности. С большой последовательностью защищает русская правда собственность на землю. устанавливая высокий штраф в 12 гривен за нарушение земельной межи боярского владения. Кстати, интересно, что такой же штраф следует за разорение, скажем, пчельника, бортия, бобриных и других охотничьих, боярских и княжеских угодий. Военные силы состояли из дружины, ополчения, собиравшегося в случае войны и наемных отрядов, что было достаточно редко во время Киевской Руси. Дружина жила на княжеском дворе, так называемой гриднице, и представляла собой по сути дела также наемную, но весьма привилегированную силу. она кормилась войной. Кроме того, князья из своих доходов давали дружине деньги, одежду, питание. Дружина не была однородной, выделяя из своих рядов две основные прослойки. Верхняя, наиболее привилегированная часть, старшая дружина, состояла обычно из тех, кто служил еще отцу князя. Вот из них в основном и формировались бояре. из ее рядов выходили такие должности, как тысячи, сотские, другие представители княжеской администрации. Верхушка старшей дружины скорее всего и породила бояр, то есть крупных феодалов-землевладельцев, строивших свое хозяйство, кстати, по примеру княжеского, и содержавших свой двор и часто свою собственную дружину. За ними следовали мужи, основной костяк княжеской дружины, из которых также рекрутировались дворовые чины. Младшие дружинники, отрыки, пасынки, гриди, детские находились постоянно при князе. по сути дела это была его личная охрана, это люди молодого возраста, которые недавно закончили военное обучение при дружине, ну и влились в ее ряды. Княжеская и боярская власть в Киевской Руси постепенно сформировала две управленческие системы. Первая это городская администрация, представители которой делили власть с княжескими посадниками, помните в Турове на месте князя, когда его не было, когда он был в Киеве по делам или все время в Киеве был, потому что Киев город более большой и проблемы, вопросов там было днеклязья гораздо больше, нежели чем в Турове. Так вот, на месте киевского князя в Турове, который входил в Киевское княжество, власть держал его наместник, посадник, от слова посадить. Посадник и Тысяцкий считались, кстати, высшими должностями. Тысяцкий стоял во главе городского ополчения. Вторая система, наверное, одновременно она возникла вместе с первой, а может быть, чуть попозже, это дворово-вотчинная система. Она формировалась в ходе роста княжеского хозяйства, которым управляли придворные чины, огнещанин, ну, скорее всего, как дворецкий, тиун, конюх, другие княжьи-мужи, так их называют русская права. По аналогии с княжеским хозяйством встроилось управление и в вводчинах феодалов, которые постепенно приобретали права носителей государственной власти в пределах вводчин. Вот вам приобретение судебного иммунитета, то есть неприкосновенность, когда уже по большому счету и князь не мог мешаться во внутренние дела этой вводчины. Вводчина, напомню вам, владение крупного землевладельца, передомаемая по наследству, то есть боярина. Смерды это класс или группа сельских жителей. Он тоже неоднороден. Класс сельских жителей состоял из людей свободных, полузависимых и несвободных. По-другому можно сказать рабов. Основную массу населения составляли свободные общинники, жившие как на общинных, так и на частновладельческих землях. Они платили дань князю, участвовали в ополчении в случае военных действий. На них распространялись государственная юрисдикция и княжеский суд. Источники, в частности, русская правда, называют их по-разному в свободных общинниках. Люди, людины, сябры, смерды. Чаще всего употребляется слово «смерт». Откуда устойчивое выражение отсюда идет? Какое? Смертный. Да, простой смертный. Правовое положение смерда до конца не ясно. Он ограничен в праве наследования. После его смерти в случае отсутствия сыновей имущество передавалось князю, а дочери получали только преданное. В то время, как имущество боярина в отчин или дружинника в аналогичной ситуации переходило к дочерям. Русская правда так гласила. По другим источникам смерть выступал как лично свободный человек. Он вел самостоятельное хозяйство, выплачивал штрафы, характерные для свободных людей, имел право переходить от одного патрона к другому, от одного феодала к другому. За кражу его коня устанавливается штраф в две гривны. Правда, нигде конкретно русская правда не фиксировала ограничения правоспособности смерти. Сомнение в том, что смерть свободный человек долгое время обсуждалось историками. И проблема возникла из-за того, что в русской правде была статья, которая устанавливала одинаковый штраф за убийство смерда и холопа, а за смерть и холоп пять гривен. Но возможно и другое прочтение этого текста. А за смердий холоп пять гривен. В таком случае речь идет о холопе рабе. Тут однозначно вариантов нет. Принадлежащим смерду. То есть, может быть, и простолюдины имели рабов. или людей на положении рабов. Конечно, очень интересный вопрос, касающийся широты распространения рабства в Древней Руси и кто были и кем были эти люди. Это свободные люди села. Полузависимые. Полузависимые категория крестьян представлены в Киевской Руси широко. В первую очередь, это так называемые закупы. Люди полузависимые. О закупах русская правда имеет целый набор статей, в которых закуп предстает как обедневший или разорившийся крестьянин попавший в зависимое положение к собственнику земли. Ну, как правило, к боярину. И попавший в это положение за купу, за занятый долг. Это могут быть деньги, инвентарь, скот и другое имущество. Закуп был обязан отработать проценты на купу в хозяйстве кредитора. Личность должника обеспечивала договор, ибо в случае неуплаты долга в срок служба на феодала, на боярина, становилась пожизненной и закуп превращался в раба, в холоп. Следует заметить, что закуп сохранял частичную правоспособность. Мог выступать в суде по незначительным делам. Мог выступать в суде свидетелем. Его жизнь охранялась штрафом вирой в 40 гривен, как и любого свободного человека. Все-таки, наверное, можно сделать вывод, что по положению, по правовому, он ближе к свободному, чем к рабу. его нельзя было без вины избить, отнять имущество, продать. Но за побег от господина закуп превращался в холопа. За кражу, совершенную им, отвечал его господин, а самого закупа ожидало полное холопство. Каким образом человек мог стать закупом? Свободный человек, свободный смерть, мог стать закупом. Ну, к примеру, не урожай, ему нечем кормить свою семью. И он шел к богатому человеку, землевладельцу, феодалу, и просил у него в долг энное количество, допустим, муки или ржи. Таким образом, он составлялся закупом, то есть, работающим за долг, ибо он должен был вернуть долг и еще вернуть проценты. То есть, а проценты могли назначаться в виде какой-то отработки в пользу феодала, либо, допустим, если он взял, к примеру, 10 мешков ржи, должен был вернуть, к примеру, 13 или 14, и так далее. Еще одна форма зависимого христианства христианства это рядовичи. Ряд в древнерусском языке это договор. Рядович опять же попадал в зависимость от феодала, от боярина, скорее всего, по тем же самым причинам, по каким попадал и закуп, но его положение было более-менее четко оговорено каким-то документом. Либо устным вербальным соглашением, словом, которое он должен был исполнить. Ну, допустим, отработать до какого-то времени на пользу феодала или сделать что-то в его пользу. То есть, нужно было выполнить ряд договоров. По исполнении ряда человек становился свободным. Не исполнение ряда навлекало на себе, как правило, ухудшение социального положения и дальнейшее его закабаление. Вполне неисполнявший ряд мог стать холопом. В самом низу социальной лестнице находились рабы. Холопы, челядины. Раб, кстати, не был субъектом права. То есть, он не мог вступать договора и считался собственностью господина. За убийство холопа полагался штраф, но штраф этот оценивал не столько жизнь холопа, сколько возмещение ущерба его хозяину, как за уничтожение вещей. Сам хозяин за такое деяние мог даже получить церковное покаяние. Древнейшими источниками рабства были плен и рождение от рабыни. В рабство попадали затяжкие уголовные преступления, грабеж, разбой. И через закупничество в русской правде устанавливаются еще три случая холопства, достаточно редких. это женитьбу на рабе без договора, в таком случае ее муж становился холопом, поступление в услужение боярину либо кому-то еще ключником или тюном без договора о свободе, ну понятно, что так сделать могли только лично несвободные люди. И самопродажу. Но обычно когда такое случалось с самопродажей? Ну в голодные годы, конечно же. На ранних этапах Киевской Руси рабству были присущи достаточно жесткие формы. в 9-10 веке рабы в русских землях были предметом продажи за рубеж и обогащения. По мере оседания холопов на землю, потому что феодалам нужны были руки, которые работали бы на их земле, под влиянием христианского права законодательства в отношении рабов несколько смягчает свою суровость. В 12-м веке в Киевской Руси начинает признаваться право на имущество у холопов, на занятие торговлей по поручению хозяина, конечно же. Рабыня, прижившая детей от своего хозяина, родившая детей от своего хозяина, получает вместе с детьми свободу после смерти последнего. Холопы Теуны во дворе князя или боярина стали играть видную роль в управлении. Их убийство наказывается штрафом 40 гривен как свободного человека. Но опять же, это высота штрафа не от того, что ценность жизни Теуна велика, а от того, что он очень дорогая вещь во власти князя или боярина. И утеря этой вещи, соответственно, должна быть возмещена достойной суммой денег. Боярский Теун мог выступать в суде в качестве видока, свидетеля. Видок свидетель. Но не послуха. Послух это поручитель. Но не послуха поручителя. Ибо по древнерусским законам поручителем мог стать лишь свободный человек. И никто другой. Лишь свободный человек. Следующий вопрос, который мы рассмотрим с вами, это посадские. Так называлось городское население. Напомню вам, основные части древнерусского города. В центре города обычно размещался дединец. Укрепленное место слово имеет свое происхождение скорее всего от того, что старейшины славянских родов, деды собирались когда-либо по различным делам в этом племенном каком-либо центре граде. И чтобы их не могли захватить врасплох, они собирались специально не захватить врасплох и не обезглавить все управление родами, они собирались в специально укрепленном месте. Возможно, там же они проживали. Во всяком случае, впоследствии в городах детинца будет жить князь со своими приближенными слугами, государственными различными чиновниками, дружина там будет размещаться. Это укрепленное место. Постепенно город обрастал различными кварталами, где проживало простое население, которое занималось, в отличие от деревни, там сельским хозяйством, здесь торговлей и ремеслом. Такие кварталы назывались посадом, население в них посадского. Особенностью посада было то, что, как правило, он не был укреплен и беззащитен перед нападением врага. Правда, в крупных городах постепенно со временем начинали возводить круговые стены, которые охватывали в том числе и большую часть посадских кварталов. Правда, такое было не везде. Ну, на Руси в основном укрепления эти строили из дерева. большинство из них впоследствии будет уничтожено в результате нашествия монголов. Между посадом и дединцем обычно размещалось место, на котором происходили торги, торг, рынок. Место крайне важное для экономики города и всего княжества. Ну, и кварталы города от дединца во все стороны прорезали улицы, по которым можно было попасть в центр города, привезти товары на торг. Улицы в Древней Руси назывались концами. Помните, летят гонцы во все концы. Вот четыре основные части Древней Русского города. Городское население или посадское состояло из ремесленников, торговцев, ну и более зажиточного слоя торговцев это купечество. Купцы в свою очередь тоже подразделялись на те, которые торговали внутри княжества, внутри русских земель и те, которые плавали за море, осуществляли свою торговлю по пути из варя в реки. Такие купцы назывались гости. Опять же, среди посадских были свои слои лучших людей и людей молодших. Купечество в Киевской Руси довольно рано около 12 века стало объединяться в корпорации сотни. Купеческое сто, сто самых наиболее крупных купцов данного города действовало обычно при какой-то церкви. вот скажем Ивановское сто в Новгороде считается одной из первых купеческих организаций в Европе. Ну, кстати, сотнями купцов мог похвастаться да нико не каждый русский город. Это нужно было иметь большие города, такие как Киев, Новгород, где торговля была развита, эти города стояли на пути из варя греки, там было достаточное количество населения, соответственно, там же и были эти купеческие сотни. По подсчетам советского историка Тихомирова на Руси в домонгольский период было до трехсот городов. И городская жизнь была весьма развитой. Кстати, русский историк Василий Осипович Ключевский даже выступал с теорией торгового капитализма в Древней Руси. Он считал, что торговый капитал, торговые деньги были столь большими в Киевской Руси, что во многом они определяли в таких центрах торговли, допустим, как Новгород, они определяли местное общественное устройство. у горожан больших городов с развитым торгово-ремесленным населением было свое самоуправление, сход всех взрослых мужчин, свободных жителей данного города. Вече. На Вече обычно решались самые злободневные вопросы города. В Новгороде Вече собиралось по удару колокола. На Вече могли пригласить и изгнать князя, указать князю путь, то же самое было и в Полоцк, и в Полоцке, на Полоцком Вече. Там решались вопросы войны и мира с соседями, другие важные экономические проблемы. Правда, правовой статус горожан и Веча до конца не решен. Неизвестно, насколько полно они пользовались городскими вольностями, скажем, аналогичные европейскими. К примеру, вы знаете, что в Западной Европе в то время, в 11-12 веке, 13-м, бытовала такая поговорка, что воздух города делает человека свободным. Можно ли сказать, что такое было в Киевской Руси? Трудно. Вопрос остается открытым. Как бы то ни было, русская правда представляла жителям городов правовую защиту, охраняла их жизнь, честь, достоинство и имущество. Такова вкратце социальная структура населения Киевской Руси. Киевская Русь развивалась в сходных направлениях, что и крупнейшие страны Европы того времени. Она обладала развитой юридической сферой, русской правдой, огромным экономическим потенциалом, высокой правдой.